Пластик в одну сторону, металл в другую, бумаги тоже отдельный контейнер. Мусорные кучи на заводе разберут до последней обертки на 25 фракций. Люди здесь смотрят, чтобы не прошли крупногабаритные отходы и те, которые нельзя дальше переработать. Тряпки, деревяшки, все вот это лишнее, что не идет переработку, мы отбираем. Сегодня у завода первый официальный рабочий день, предприятие, которое важно для всей страны. На открытие приехали два министра, в Рио губернатора региона, главы районов области. Мусорная проблема знакома каждому субъекту, пришла пора принимать меры. Мы еще в 2015 году выступили инициаторами развития экологического направления, добились в этом плане определенных организационных подвижек, были пройдены целый ряд федеральных мероприятий. И Тюменская область вновь стала пилотной площадкой. Строить завод начали в апреле прошлого года вложен 1 миллиард 700 миллионов инвестиционных рублей. Пока открыли первую очередь предприятия, но это уже прорыв. Скоро производство заработает в полную силу. На этой площадке должны появиться еще технологии по дальнейшей переработке мусора, для того, чтобы как можно меньше у нас его захоранивалось непосредственно в землю. Но впечатления у меня сегодня очень хорошие, потому что проект действительно был непростым, он был сложным. И когда видишь окончание этого проекта, испытываешь очень хороший положительный мусор. Мы в нашей схеме обращения с твердыми коммунальными отходами предусмотрели три зоны. И, соответственно, три таких завода, следующие, которые появятся в ближайшее время в Тобольске и Вышиме. И мусор весь будет собираться кустовым способом, соответственно, сортироваться на этих трех заводах. А сортированный будет идти на вторичную переработку, а так называемые хвосты уже складироваться на официальные полигоны. Благодаря работе завода у полигонов ТБУ теперь увеличится срок службы до 15 лет вместо 5. Ведь предприятие снизит поток отходов, который отправляет на захоронение до 60%. Евгения Зубцова, Дмитрий Ларичев, Александр Бележанин, Тюменское время.